Добрый день всем, кто заглянул на мой канал! Меня зовут Регина, и я надеюсь, название моего видео никого не напугало. Дело в том, что эти архиедрички, здесь четыре архиедрички, они поедут к моей подруге. Это два представителя камбрей, мельтонидиум и брасия. И сегодня я еще отделю две деточки. Одна деточка на цветоносе и другая деточка на пенечке. Ну а сейчас я их покажу поближе. Это мой мельтонидиум. Еще в одном из недавних видео июльского цветения я показывала, как у него растет цветоносик. Это его был первый цветоносик, но это уже второе цветение за те три года, пока он у меня. И вот в этом году это первый цветоносик. На нем всего два цветочка. И второй цветочек, он немножечко вот такой вот мутантик. Сейчас я попробую его повернуть. То есть у него вот так вот губа развилась без беленькой вот этой вот манишки. Вот такой малыш получился. Причем я не сразу поняла, что это, что это такое, в чем отличие. Но он все равно красивый, все равно очень-очень мне нравится. Такой насыщенный у него цвет. Винно-бордовый, такого темного-темного вина цвет. И он растил еще один цветоносик. И сейчас этот цветонос, он уже вот такой вот длинненький. И на нем формируется пять бутончиков. Я очень надеюсь, что дорога на него плохо не повлияет, что он не отсушит этот цветонос, что он продолжит все-таки цвести. Я все-таки решила определить им новый дом своим вот этим и мельтонидиуму, и брасии. Все-таки потому, что у меня жарко для таких цветов. А хочется, чтобы они не только пышно росли. Это вот видите листья гармошица. Это вот я иной раз забывала вовремя полить. А где-то они у меня еще где-то на балконе стояли. Там еще жарче, чем дома. То есть им нужны попрохладнее условия, чтобы не только расти, но и цвести. Но кусты они нарастили отличные. И мельтонидиум, и брасия. Кстати, вот как должна цвести эта брасия. Она у меня два года, но еще не цвела. Но видите, маленькие бульбочки какие. Она ко мне пришла, я ее купила с пышненьким кустиком, но все бульбочки были маленькие. То есть это было еще совсем, ну не дитё, но подросточек. И дома уже она стала растить вот такие вот большие крупненькие бульбочки. И тут вот крупненькая бульбочка. Вот эти бульбы большие, они уже преспокойно могут зацвести. Может быть и в этом году, может быть в следующем сезоне. Я не знаю, как вот в какое время года цветут брасии. Да еще учитывая и то, что в квартирных условиях у них время цветения тоже меняется, они приспосабливаются. Здесь вот бульбочка растет новенькая. То есть все уже это растение, оно уже близко к цветению. Вполне возможно, что у меня оно тоже зацвело бы, да, лоб цветонос, как вот мельтонидиум. Но все равно, все равно у меня жарко. Поэтому пусть у них будут хорошие условия, хорошие, нормальные. Что такое норма в моем понимании? Это когда нормальный подоконник не жаркий, а как у всех, это у меня просто жарко. Вот есть и такая категория людей, у которых круглый год жарко и зимой и летом. Это у меня. А нормальный подоконник для нормальных цветов, это когда зимой светло, хоть и нет солнца, но светло. И температура где-нибудь в районе 20-22 градуса. Ну-ка, тихо! Все, баки-баки. А не как у меня под 30 и зимой, и летом. То есть все-таки, тем более учитывая, что это мельтонидиум, то есть у него в роду есть мельтония. Мельтония – это растение не такого жаркого содержания, как мы уже знаем. Ну, кто не знает, вот сейчас уже узнал об этом. Мельтониям нужен все-таки подоконник прохладнее, чем мои подоконники, мои стеллажные условия. Ну, не то чтобы прям вот холодный, но такой прохладненький. Тут, кстати, вот эта маленькая бурночка решила дать еще что-то там, еще маленькую бурбочку тут вот в пазухе. Вот-вот-вот. Еще растет дает, кросичный, крохотулечный. То есть вот так вот она цветет, она растет вот так вот лесенкой. Ну, и у моей подруги они будут приспокойно цвести, как и дендробиумы Нобили, которые я ей отправила. Сейчас она присылает мне видео, как они у нее цветут. Вернее, один цветет, второй пока я совсем детулечки ей отправляла в Стардаст. А вот большой дендробиум, он у нее цветет замечательно. Ну, а теперь приступим к фаленопсисам. Приступлю к отделению деточек, которые я ей обещала и которые я ждала, когда они подрастут, чтобы уже отделить и отправить ей. Кстати, мельтонидиум, он ароматный, он имеет приятный аромат. Легкий, цветочный, совершенно ненавязчивый и довольно ощутимый, но очень-очень легкий, то есть он никак не влияет плохо на самочувствие. Он совершенно ненавязчивый. Ну, а это мой Тинкербелл Кис, Беглипчик. И одну деточку от него я уже отделяла в одном из видео, и она тоже отправилась к моей подруге. Та дедулечка была намного меньше, чем вот эта. Ну, а эту деточку я уже давно обещала и ждала, когда у нее появится второй корешочек. Ну, вот что та деточка маленькая, что это, вот у обеих такое вот специфическое, видимо, это уже генетическое, вот так вот сидят вот так вот они на шпагате. Я не представляю, как моя подруга будет ее сажать, прям ох, это прям вот ох. Ну, сейчас я начну отделять ее от цветоноса. Кстати, вот как должен цвести вот этот Беглипчик. Ну, а отделять я буду просто отрезать маникюрными ножничками. У меня как-то спросили в одном из видео, где я тоже что-то отделяла. Вот прямо тут вот виден пенечек, и здесь я прямо вот надрежу. Сейчас поверчу ее с другой стороны. Ну, можно и здесь тоже надрезать. То есть его спокойно можно отрезать. Вот меня спросили, почему я отрезаю маникюрными ножничками, а не нормальным инструментом для орхидей. Ну, потому что, деточки, это очень миниатюрная вещь. Ну, это, конечно, не вещь, но это настолько миниатюрная штучка, что обычные ножнички для орхидей, они слишком крупноваты для них. То есть сюда нужен инструмент более такой тоненький. А маникюрные ножнички, они прямо вот идеально подходят. Ну, все. Все, деточка отделена. Тут чешуйки. Ну, чешуйки я так особо трогать не буду. Вот они не отходят сами, пусть они и остаются. Они со временем еще подсохнут, и сами уже отпадут, будут намного легче будут отпадать. Ну, и вот, вот она крохотулечка. Крохотулечка-лапулечка. Все, теперь приступлю к отделению второй деточки. Это у меня вторая деточка. Лиус. Лиус Кьют Энджел. И она у меня на пенечке. Кстати, и Лиус Кьют Энджел у меня тоже есть. Об этой деточке, о самом сорте, о материнском растении. У меня много видео. Ну, не много, у меня есть несколько видео об этом сорте. И я их постоянно, периодически показываю. Или стоит он у меня вот в этой вот поилке для зверюшек. Очень удобно, кстати. Наливаю воды, и корешочки от пенечка просто начинают пить эту воду. У детулечки корешочки никак воды не касаются. И сейчас они выросли, подросли. Можно спокойненько ее отделять уже. С отделением этой деточки будет, конечно, намного проблематичнее. Потому что у нее уже раз, два, три, четыре. Четыре, то ли пять корешочков. И они все переплетены вот с пенечком. Это мне, конечно, хотелось бы сохранить пенечек. Но если не получится, то ладно. Конечно, самый простой способ был бы просто... Просто все это отрезать, все эти корешочки, весь этот пенечек, и все. И уже на выброс. Ну, сейчас я попробую. Если не получится отделить от пенечка так, чтобы сохранить пенечек, то уже так и получится избавиться от пенечка уже. Ну, это ничего страшного. Так. Так. Как бы к ней подойти, а? Я надеюсь, что у меня фокус не теряется. Потому что я тут полностью-полностью занята деткой. Так. Поверчу, покручу. Попробую вот здесь вот подлезть. Ну, главное, корешки самой детки не травмировать. Так. Я не вижу, что я делаю. Я просто инстинктивно, интуитивно лезу под корни детки. И, по-моему, у меня это не очень получается. Потому что она там прям как-то крепенькая. У меня получается пока только вот избавляться от корешочков пенька. Так. Ну, ладно, тогда я уже этот пенечек, наверное, скромсаю. Ну, и ножичками, ножиком и этим скальпелем туда тоже не подлезешь. Потому что просто неоткуда, чисто неоткуда подлезть. Если было откуда подлезть, я бы там ножницами уже отрезала давным-давно. Так. Так, может быть, как-то вот между этими корешочками. Вот. Буквально вижу миллиметр расстояния. И просто сую туда кончики маникюрных ножниц. Все чисто на интуиции. Знаете, ну, мне кажется, этот пенек уже больше не даст деток. Нет смысла его держать. Он такой крошечный. Прямо вот крохотулечный. Ну, и что? Так, что-то нарисовалось. О, все. Все. Дельца обделана. Все. Вот детулечка. Все у нее хорошо. О, слегка тут, слегка дотронулась тут ножничками до виламина. Но в целом корешочки... Ой, фокус пропал. Так, это надо убрать, на этом фокусируется. Слегка тут коснулась ножничками виламина. Но корешочек в целости, в сохранности. Все корешульки в сохранности. Они сантиметра по 4. Может быть, этот даже может быть побольше. Но нет, сантиметра по 4 корешочки. Вот эти 3, во всяком случае. Даже, да, этот подлиннее выглядит. Ну, все корешочки хорошенькие. Деточка жизнеспособная. То есть можно ее уже спокойненько сажать. И все, она... Я ее сажать не буду. Ее посадит подруга сама. И она уже тронется в путь, в путь-дорогу. Вместе с остальными архидричками. Сейчас пойду их упаковывать. Кстати, пока я займусь этим видео, я это видео немного отложу на несколько дней. И, скорее всего, я его... Когда я его выложу через несколько дней, смонтирую, выложу, архидрички уже будут в новом доме. Ну и, кстати... Кстати, пенечек остался целенький. Вот он. Все с ним хорошо. И, может быть, он даст еще одну деточку. Пока подержу. Только вот эти вот сгнившие корешочки, кончики уберу, чтобы они уже не мешались. Вот так вот пенечек, когда оставляешь, чтобы деточку дал, он начинает уже постепенно отмирать, отмирать. Вот, корни начинают у него отмирать. И сидишь, смотришь и думаешь, лишь бы успел взрастить детку. Ну, вроде успел. Здесь корень прям гниет от самого основания. И здесь тоже он уже сгнил. Ладно. Даст-даст детку, не даст-не даст. Ну все. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А если хотите получать оповещения о новых видео, чтобы не пропустить ни одно новое видео, то нажмите значок колокольчика. Также под видео вы увидите ссылочку на мою группу ВКонтакте, группу об орхидеечках. Буду рада видеть всех-всех в своей группе. Ну все, всем пока. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok